Я твой зверь ШПИОНСКИЙ ВАЙП Плюс Арктик Атмосферик Зе Лонг Дарк и Голден Ай Затянувшийся зимний эпизод из Джимми Нейтрона Приправленный XJ9 мамиными очками Игра, разрабы которой, конечно же, смотрели мои видео про хатлайн игры Где я говорил, что главным аспектом хатлайн игры является возможность игрока начертить свою горячую линию И поэтому здесь после каждого уровня можно ее лицезреть Но все равно, ну и это недостаточно приближает эту игру к полноценному и бескомпромиссному хатлайну от первого лица Так как самой приближенной является та игра, которую я рассмотрел во второй части из цикла видео про хатлайн игры А именно сезон битингс Сезонные побои, то бишь Здесь же все более мягче Никакого ваншота со стороны врагов вы не встретите И че она там скоро? Да ща, ща, тут ареал пройду Блин, никак не могу прыгнуть на голову своему товарищу за то, что он пальнул в синячку Начальник выходит на связь и говорит, что пора бы образумиться Ведь страна нуждается в тебя Тем более, что это последняя миссия и потом ты выйдешь из игры Но как говорил Гульганслингер из Фоллаута Если хочешь выйти из игры, значит тебе не нравилось, чем ты занимался Шлем капитана на гаупвахту и несемся мстить за птичку Попутно обжираясь еловыми ветками Ближе к вечеру смотрим текстовую катсцену В которой наш Альфонс за кадром уничтожает женский пол И так, стадо, всем смотреть наверх Это шкала вашего ранга и цель миссии Чем быстрее вы выполните миссию и свалите, тем ранг будет выше Если желтая полоска опустеет, вы проиграли Также справа внизу ваши хп и броня Посередке прочность оружия или боезапас Ладно, пока игра вам кажется хорошей, пора вкинуть маленькую придирочку Дело в том, что уровни надо запускать вручную! Сами они не запускаются Ну и все пока, потом еще минусы будут Пока, балдейте! Пока на расслабоне, на чиле Короче, опять диалоги, из которых мы узнаем, что наша фамилия Хардинг А фамилия начальника Буркин Судя по цвету кожи, играем мы явно за жителя более теплых краев И почему он в лесу жить-остаться захотел, мне непонятно Я живу в идеальном мире Я хочу быть мишенью в тире Ну ладно, бежим к очередному люкантропу Как вдруг оказывается, что его завалило И следующий тоже И так до тех пор, пока мы не доберемся до правильно заваленного выхода Что, впрочем-то, не мешает нам оказаться на дереве уже в следующем уровне Ой, как удобно Чуть позже С нами свяжется новый друг Который говорит, что он не звонит по просьбе Буркина А тоже является челиком Посланным по душу Альфонса Хардинга То есть нас Также он уверяет, что у него есть дочь и зовут его Байрон Форд Дурил Павлов Запомните, кстати, этот уровень Подслушиваем радионапевание агентов и вносим свою лепту Если до этого на карте нужно было выполнять определенные действия То теперь нужно всего лишь продержаться несколько волн врагов Байрон все так же активно предоставляет информацию И всячески пытается нам помочь Интересно, почему? Потому что А вот вам и второй достаточно весомый минус к этой игре И это натуральный нет Не левел вол, не пей вол И даже не гринд вол Хотя очень близок к нему Челлендж вол По-русски Дело в том, что по известной лишь и разработчику причине Десятый уровень открывается только при сборе трех псиных голов То есть при выполнении трех челленджей Нет, это не про эту вкладку с челленджевыми уровнями А про челленджи на основных сюжетных уровнях, которые вы уже прошли А это значит, что их придется пройти еще раз, но уже с каким-то условием Вот, пожалуйста, Гондурас и Траханы испортили такую игру А ведь могли бы обойтись и без этого А теперь вспомните этот левел Я его уже достаточно бодро прошел Но теперь из-за обязательных для дальнейшего прохождения игры челленджей Геймплей на этом уровне выглядит вот так Look at this dude Wait till you see the No, 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 no Look at the top of his head Look at his lips А что ж ты несешься, не делая сочных киллов Да это челлендж такой, без которого игра дальше не продолжится Итак, после того, как мы сломали нервы в реал лайфе Ломаем ногу в игре Низа чего теперь у нас на протяжении нескольких уровней будет кровотек Который, впрочем-то, не особо нам мешает И мы спокойно прыгаем вот с такой вот вышины Блин, боюсь представить, че там за марианская впадина была в катсцене Но в любом случае волшебство этих катсцен вылечит любую рану за кадром Начальник уже подзадолбался посылать людей на нас Поэтому решил послать ракеты И у нас есть 20 секунд, чтобы сломать тарелки И ракеты, видимо, забудут, куда они летели С каждой сломанной тарелкой таймер дает фору После такого поражения начальник Буркин говорит нам, что мы уже изрядно напроказничали И уничтожили миллионы долларов экипировки Так что если этот левел нас не убьет То нам и сам черт не страшен Однако Буркин не сказал, что убить нас должен не отряд солдат А этот роботизированный рэп, играющий на фоне Игра в GTA 5, там есть радио Там эта музыка играла на миссии с Майклом Когда помните этого чувака на отеле Ну не на отеле, а домик чужого загнали И потом его начали сносить с веревки За вами потом этих придурков посылают всяких Я, короче, вместо того, чтобы от них уехать Их расстрелял И, короче, обратно в тачку сел И слышал, ну эту радио включил И сзади тачка взорвалась Под эту музыку поехал И тут произошло немножко непонятное Потому что 24 и 25 уровни были мной проскипаны То есть я прошел финальный уровень Не пройдя немножко уровней до него Где, кстати, раскрывается натура Байрона Форда Ведь именно он на одном из этих уровней Хотел нас пришлепнуть, летая на вертолете Но сбив вертолет, главный герой его жалеет И вот, наверное, одна из тех причин По которой катсцены в этой игре выполнены текстом Исходя из увиденного Становится понятным, почему они называли друг друга Бэйб Но все равно остается вопрос А почему разработчики не добавили вырезанный фрагмент Из продолжения катсцены в финальную игру? Благо я его нашел в папке И готов вам показать всю катсцену целиком Ну и короче, так как я прошел игру раньше, чем надо было Получается, что это и есть моя каноничная концовка Ну а сама игра, конечно, была пройдена менее чем за 2 часа И как я понимаю, это уже какой-то ценовой евростандарт в инди-сегменте Хотя раньше каждый рубль равнялся 1 часу, проведенному в игре Потенциал игры раскрывается в этих нервострясущих челленджах и набиву ранга Дизайн врагов достаточно приятный, чтобы делать хедшот Обилие механик позволяет не заскучать и проводить в игре больше времени Саундтрек прост, но все равно цепляет И более того, почти всегда включается рандомный трек Исключая финальный роботизированный рэп Реплики врагов положительно сказываются на реиграбельности Метание предметов не требует точности Все магнитится во врагов, но не слишком В общем, с геймплейной точки зрения игра более чем успешно выполняет свою задачу Но сюжетное обоснование, что главному герою птичку жалко И поэтому он будет валить сотни людей Не очень вызывает у меня экстаз Но с другой стороны, это хотя бы не банально Эти бы наработки, да в какой-нибудь open world И было бы совсем шикарно Ну а пока мы вынуждены платить по 710 рублей За игру, которую можно пройти меньше, чем за 2 часа Кстати, я выполнил свое обещание Сделать видео по этой игре, по этой игре, по этой игре И считаю, что достоин 1 миллиона рублей мне на карту в ближайшие дни Ну а пока что можешь прийти в группу в ВК И листать ее пока какаешь Субтитры сделал DimaTorzok